Я предлагаю вам пойти и посмотреть наш эксперимент. Поведение подопытного, быть может, прояснит вам суть личности дослу. Хорошо. Садитесь, пожалуйста, господин прокурор. Через это стекло вам всё будет видно, а вас никто не увидит. А вот здесь микрофон, вы услышите всё, что говорится в лаборатории. Я вернусь к вам через несколько минут. Долго это будет длиться? Мне сказали около часа, верно? А что надо делать? Сейчас вам всё объяснят. А вот, господа, и профессор Нагара. Месье Риволи? Нет, Десполь. Моя фамилия Десполь, профессор. Стало быть, вы, месье Риволи? Да, профессор. Ну что же, господа, сначала несколько слов о проводимом нами эксперименте. Психологи выдвинули гипотезу, что человек лучше и быстрее запоминает сведения, когда знает, что каждая его ошибка повлечёт за собой наказанием. Так, повседневные жизни, это, например, порка, которой родители подвергают ребёнка за проступок. Они подсознательно убеждены, что наказание удержит ребёнка от дальнейших ошибок. Но мы в нашей программе исследуем реакции взрослых людей. Научными методами мы пытаемся установить, в какой степени наказание влияет на нашу память. Сегодня, господа, один из вас будет учеником, напрягающим память, а другой — учителем, наказывающим за ошибки, с целью стимуляции памяти. Давайте кинем жребий, кто из вас будет учителем, а кто учеником. Я учитель. Значит, месье Юали будет учеником. Он мне сюда садится? Да, прошу вас. А ваш опыт не опасен? А это для чего? Чтобы избежать возможных ожогов. Понятно. Господа, порядок эксперимента чрезвычайно прост. На этом листе написаны 30 существительных, и каждому соответствует прилагательное. Небо голубое, зверь хищный, ветер буйный и так далее. Месье Десполь, вы прочтете месье Юали эти 30 пар слов. Затем будете называть ему только прилагательное. А он по памяти должен будет назвать существительное, с которым оно связано. Да, понял. Например, я говорю голубое, а он должен будет сказать небо. Я говорю хищный, а он должен сказать зверь. Я буйный, а он ветер. Да, совершенно верно. Всякий раз, как месье Револи ошибется, вы подвергнете его наказанию. Сдвините один из этих рычагов, и он получит электрический разряд. За первую ошибку ученику полагается 15 вольт, за вторую 30 вольт, за третью 45, и так далее, и так далее. Как видите, с каждым следующим рычагом напряжение возрастает на 15 вольт. Итак, месье Десполь, зачитайте, пожалуйста, список слов вашему ученику. Читайте медленно, четко, чтобы он успел запомнить. Месье Флавиус будет наблюдать за экспериментом. Хорошо. Значит так. Небо голубое. Зверь хищный. Ветер буйный. День прохладный. Лимон желтый. Рыба жареная. Яйцо крутое. А как вы отбираете подопытных, профессор? Даём в местных газетах объявления типа «всех, кто хотят заработать 6 долларов в час, плюс транспортные расходы, могут принять участие в научном эксперименте и следующем памяти». А когда к вам пришёл Гаслоу? Какую роль он у вас играл, учителя или ученика? Учитель, господин прокурор. Он сидел на месте месье Десполя. Колодец глубокий. Борода белая. Деньги наличные. Так. Можете начинать, месье Десполь. Первое слово. Голубое. Небо. Небо голубое. Правильно. Следующее слово. Хищный. Взгляд. Взгляд хищный. Нет, неправильно. Правильный ответ – зверь. 15 вольт. Следующее слово. Буйный. Буйный. Сейчас. Сейчас я вспомню. Порыв. Порыв буйный. Нет. Правильный ответ – ветер. Ветер буйный. 30 вольт. Думайте, как следует, прежде чем говорить. По-вашему, мне приятно посылать вам разряды. Ну. Следующее слово – прохладный. Прохладный, прохладный. Постойте. Может быть, сок? Вы всерьез полагаете, что электрошок улучшит память месье Револея? Повторяю. Память месье Револея не представляет для нас никакого интереса. Нас интересует степень послушания месье Десполья, его подчинения власти. А в данном случае власть – это сотрудники университета. Профессор Флавиус и я, и наши лаборанты для месье Револея символизируем власть. Мы заставляем его подвергать наказанию человека, который ничего плохого ему не сделал. До какого предела он будет повиноваться этому бессмысленному и возмутительному приказу? Вот, что мы хотим установить. Следующее слово – желтый. Лимон. Правильно, очень хорошо. Да, это лимон. Дальше. Следующее слово – жареная. Картошка. Жареная картошка. Да нет же. Рыба, рыба жареная. 160 вольт. Хватит. Я больше не хочу. Позвольте мне уйти. Неужели он дойдет до 450 вольт? Не знаю. Месье Десполе должен самостоятельно справиться с этой дилеммой. С одной стороны, подчинение власти, выполнение порученной ему задачи. С другой – неприятие, доставшееся ему руле палача. В душе Десполе постепенно зреет несогласие, внутренний конфликт. Чтобы разрешить эту ситуацию, он должен выразить протест. Не подчиниться власти. Именно этот протест мы исследуем. Продолжайте, пожалуйста, месье Десполе. Итак, следующее слово. Минутка, месье. Правую руку месье Ривали вырвал. Нет контакта с электродом. Подойдите к ученику и закрепите ремень. Почему я? Вы должны следить за чистотой эксперимента. Таков уговор. Вот очень интересный момент. Физический контакт с жертвой. До сих пор он только передвигал рычаги. А сейчас должен будет прикоснуться к совершенно невинному человеку, которого ему приходится истязать. В этих случаях степень повиновения обычно ослабевает. Омоляю вас, месье. Прекратите. Вам же сказано, сосредоточитесь. А вы несете всякую чушь. Давайте побыстрее. Что нам всю ночь здесь торчать? Он просит прекратить. Может быть, в самом деле? Прошу вас, продолжайте, месье Десполь. Ладно. Слушайте внимательно. И думайте, прежде чем отвечать. Предупреждаю, я уже дошел почти до 200 вольт. Следующее слово белое. Белое. Обратите внимание. Десполь пытается сгладить внутренний конфликт, помогая жертве. Если этот конфликт для него так мучителен, отчего же он не остановится? Остановившись, он признает, что все его действия до сих пор были ошибками. А продолжая, он как бы оправдывает себя. Месье, может быть, перейти к следующему слову в порядке исключения? Эксперимент нужно довести до конца, месье Десполь. Но ведь он не отвечает. Вы пошли посмотрели, может, ему плохо. Как бы ему ни было плохо, мы обязаны продолжать до тех пор, пока ученик не запомнит все слова. Месье! Вы меня слышите? Следующее слово белое. Мне хватит. Мне плохо. Я не хочу больше отвечать. Что же делать? Молчание расценивается как неправильный ответ. 180 вольт. Но ему же плохо, а вдруг с ним что-то случится? Я беру на себя всю ответственность. Ну, если под вашу ответственность. Это черт знает что. Даже во имя науки вы не имеете права. Ни один закон этого не допустит. Сохраняйте спокойствие, господин прокурор. Оборудование стоит лишь для мебели. Никакой ток между пультом месье Десполь и креслом месье Револи не пропущен. Только месье Десполь об этом не знает. А месье Револи? Револи талантливый актер. Не правда ли? Он входит в нашу команду. Разумеется, нам необходимо, чтобы наши подопытные всегда оказывались учителями. Учитель, учитель. Это безобразие. Господин прокурор. Вы сами дотерпели до 180 вольт. Ваши опыты очень жестокий, профессор. На каком напряжении остановился Деслоу? 405 вольт. Садитесь. 405 вольт. Подумайте хорошенько. Следующий заряд 405 вольт. Так что соберитесь. Клеечетый. 405 вольт. Давайте прервем эксперимент. Это невозможно. Данные нельзя подтасовывать. Надо продолжать. Но у подопытного явной сердечной недостаточности. Вы представляете себе последствия? Прошу вас продолжать, месье Деслоу. Ну нет. Сначала договоритесь между собой. Один продолжает, другой остановись. Наш разговор с профессором Нагара вас не касается. Продолжайте. Не буду я продолжать. Оставьте себе свои 6 долларов. Я пошел домой. Критическая цифра 405 вольт. Вот видите. Как только в иерархической системе наметился разлад, как только власть проявила непоследовательность, покорность подопытного дала трещину. И много подопытных доходит до 405 вольт? В среднем 63% являются собой образец послушания. Принципы эксперимента не вызывают у них протеста. И они доходят порой до 450 вольт. Иными словами, в цивилизованной, демократической и свободной стране две трети населения способны выполнить любой приказ, исходящий от высшей власти. Через три месяца после каждого эксперимента мы вновь вызываем кандидата, открываем ему правду, просим объяснить свое поведение. Послушайте, что сказал Даслоу. Месье Даслоу, три месяца назад вы участвовали в эксперименте, когда вы пытали человека электрическим током вплоть до 405 вольт. А вы верили в то, что эти разряды настоящие? Да. Вы сознавали, что поступаете жестоко по отношению к ни в чем не повинному, беззащитному человеку? Не мне судить о моей жестокости или о невинности жертвы. Мною руководили люди, которые для этого поставлены, а я только выполнял то, о чем меня просили. Когда летчику приказывают бомбить город, он же не спрашивает себя, хорошо это или плохо. Он бомбит. А в случае геноцида, когда тиран хладнокровно приказывает убить 5-6 миллионов мужчин, женщин, детей, ему требуется миллион сообщников, убийц, палачей, как он добивается повиновения? Разграничением ответственности. Тирану прежде всего необходимо тираническое государство, где он может найти миллион мелких тиранов-исполнителей, каждый из которых будет делать свое привычное дело, при том вполне компетентно, без загрузений совести, сознавая, что он лишь миллионная частица большой структуры. Одни будут брать невинных людей под стражу, они же не убивают, а только арестовывают, другие будут сопровождать их в концлагерь, а не только машинисты, надзиратели, сторожа, они выполняли приказ начальника тюрьмы. Разумеется, для убийства, как такового, нужны особо жестокие индивиды, но все звенья цепи выказывают покорность, и в этом их оправдание. Месье дослов. На отметке в 360 вольт ученик перестал кричать, отвечать на вопросы. Можно было подумать, что он мертв. Отчего же вы продолжали выпускать разряды вплоть до 405 вольт? Ну, если он умер, это уже не могло ему повредить. Я решил, что профессора университета знают, что делают. Если, по их мнению, ничего страшного не происходит, почему я должен волноваться? Самое странное то, что ваши подопытные действуют не из ненависти, не из ярости. Ими движет не дух возмездия и даже не жажда наживы. Подумать только. Даслов дошел до 405 вольт, чтобы заработать 6 долларов. Месье дослов. Если бы объявление, на которое вы откликнулись, исходило не от университета, а от другой фирмы, и вам пообещали бы 1000 долларов вместо 6, вы бы применили к месье Ривали разряд 405 вольт? Нет. А за вознаграждение в 10 тысяч долларов? Вы не поняли, месье? Деньги тут совершенно ни при чем. И я повинуюсь власти, которую уважаю и считаюсь с ее мнением. Только и всего. Вот так. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!